Для влезания в ипотеку не нужно находить возможности, нужно быть достаточно бесшабашным на сегодняшний день, потому что, конечно, ставка по ипотеке в два раза выше инфляции, которую мы сегодня имеем, при падении доходов населения в среднем, а в более низком сегменте падение доходов населения быстрее происходит. И при тех коротких сроках ипотеки, которые у нас есть, это фактически запрограммированное банкротство. Если вы хотите покупать жилье с целью ее роста инвестиционной стоимости, я думал, что это совершенно бессмысленное занятие. За последние 20 лет в России никакого роста стоимости инвестиционного жилья нет. За последние 10 лет стоимость жилья была достаточно жестко привязана к курсу рубля, то есть в долларах она упала в три раза фактически. И, наверное, российское жилье является одним из худших активов в мире с точки зрения его пифокуса сегодня. Тем более, что недвижимость вообще во всем мире достаточно неликвидна. А страны, если уже отличиться от России, придумывают достаточно высокие налоги на сделки с недвижимостью. И это делает недвижимость в жилую, как способ инвестирования денег простых граждан, абсолютно неинтересным активом. Конечно, если вы девелопер, если вы профессиональный инвестор в недвижимость, если вы используете недвижимость специального вида, покупаете какие-нибудь, не знаю, общежития студенческие где-нибудь в Англии и хорошо умеете это делать и правильно умеете их дальше сдавать, вы можете зарабатывать, но это профессиональный бизнес, это не бизнес частных лиц и не бизнес-любителей. Субтитры создавал DimaTorzok